Разделяй и властвуй. Этот принцип давно стал основой для манипуляций и управления обществом. Один из 48 законов власти, который применяется для достижения контроля над всеми массами, над всеми людьми, он основан на простом, но на мощном механизме. Чем больше людей ссорятся между собой, тем легче управлять ими извне. Суть этого принципа в том, чтобы сеять раздор и недовольство среди различных групп и людей, будь то на основе национальности, религии или другой отличительной черты. В результате этого конфликта возникает напряжение, которое отвлекает внимание от настоящих проблем и создает благоприятные условия для тех, кто хочет контролировать всю ситуацию. Знакомо такое? Вспомните исторические события и политические манипуляции. Как часто мы видим, что конфликт между различными группами или нациями используется для достижения корыстных целей. Вспомните, как часто различные власти или группы интересов пытаются вызвать разногласия, чтобы отвлечь внимание от своих собственных действий. Кто со мной не согласен, пишем в комментариях. Это работает по принципу разделяй и властвуй. Чем больше группы ссорятся между собой, тем меньше времени и ресурсов у них остается на противостоянии с теми, кто на самом деле управляет ситуацией. Каждый конфликт, друзья, между группами людей создает возможность для манипуляторов укрепить свои позиции и увеличить свое влияние, когда люди разделены. Их сложно объединить против общего врага. Противостояние и враждебность между группами мешают созданию единого фронта против тех, кто на самом деле управляет и манипулирует. Итак, этот принцип также работает и на более личном уровне. Когда люди начинают спорить и ссориться, это отвлекает их от важнейших вопросов, таких как личное развитие, социальное изменение или даже улучшение своих условий жизни. Они становятся сосредоточенными на конфликте, которые не имеют непосредственного значения для их собственной жизни. Но, но, крайне выгоден тем, кто управляет и использует эти конфликты для своей выгоды. На глобальном уровне разделяй и властвуй приводит к тому, что народы и нации, имеющие общие интересы и общие проблемы, начинают враждовать друг с другом, вместо того, чтобы объединиться и искать решения. Это делает легче для тех, кто на вершине власти остается вне зоны досягаемости и продолжает свое управление без помех. Понимание этого принципа – первый шаг к тому, чтобы освободиться от манипуляций. И начать действовать осознанно. Признайте, когда вас пытаются втянуть в конфликт, который отвлекает от более важных вопросов, стремитесь к единству, пониманию и сотрудничеству. Ваше осознание и способность объединиться против манипуляторов могут изменить ситуацию и дать вам возможность справиться с реальными вызовами. В качестве психолога и специалиста по социальным манипуляциям я предлагаю вам платные консультации, которые помогут вам понять и преодолеть влияние таких принципов, улучшить взаимодействие с окружающими и научиться действовать более осознанно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать больше о том, как избежать манипуляций, как создавать позитивные изменения в своей жизни и в обществе. Всех обнял. Пока.